Внутреннее убранство Играл исключительную роль в жизни средневекового Рима Название Рачели можно было перевести как «Алтарь небес» или «Жертвенник небесный» Ну, немножко истории На месте этой базилики в античное время Ставил храм богини Юноны Монета Вот как раз от нее и пошло слово «Чиканик Монета» Слово «Монета» Потому что здесь чиканились римские деньги Которые стали называться по имени Юноны Монетой Монетами Ну, конечно, с этим местом Связана еще одна древнеримская легенда Как гуси спасли Рим Ну, наверное, вы помните Кто не помнит, могу сказать, что Эта история была описана Львовым Толстым В рассказе, как гуси Рим спасли Дело в том, что римляне совершали Жертвоприношение богини Причем жертвами и животными были по традиции Домашние гуси Которых разводили и содержали здесь же На территории храма Ну, и вот в 1390 году Галы под покровом ночи Окружили капиталистскую крепость И пытались захватить ее Забирались по отвесной стене Ну, крепко, конечно, все спали Собаки тоже ничего не почули А вот гуси Они встревожились И начали орать и гоготать И разбудили начальника крепости Марка Манлия Который поднял тревогу Поэтому гусей стали почитать И даже... Ну, и после этого случая Гусей стали почитать И не только почитать Говорят, что даже перестали Их есть Если как-то гусь Своеобразно закивал головолю И потряс хвостом Ну, и прочие различные знаки Которые делали гуси Звучит, конечно Ну... Не совсем правдоподобно Но говорят, что вот Такие дела были Один раз в год Гуся облачали в пурпуру, в золото И торжественно проносили вокруг форума В роскошном полонке А рядом проносили собаку Распетую на дубовом кресте В назидании всем собакам Которые не залаяли ночью Ну, вот так Такая вот легенда Итак Что еще тут интересно? Ну, действительно Очень красивые, конечно Базилики В общем-то Все красивые базилики Но это одна из Таких достаточно знаковых Красивых Кстати, вот та лестница Которая была в начале сюжета Она тоже имеет Огромное значение Автором проекта Лестницей выступал Лоренцо Симон и Ди Андриацо А средства и мрамор Для строительства лестницы Собирали жители Рима Благодарны Богоматии За то, что Во время страшной эпидемии чумы В 1348 году Чума, в общем-то Так миновала Рим Немножко Кстати, эта лестница Гласит, что император Октавиан Август Задал вопрос Бояется ли человек Более великий, чем он А в ответ ему было Видение Святой Девы С младенцем С Сыном Бога И он был очень потрясен И в общем Сделал вот такой На вершине холма Жертвенник Который он назвал Арачелли Или Алтарь Небес Или Жертвенник Небесным Надпись на возведенном Алтаре гласила Посвящается Перворожденному От Богу Среди сокровищ Капитолийской базилики Мощи Святой Елены Равноапостольной Матери Константина Великого Древняя В общем И особо почитаемая Чудотворная икона Божией Матери Мадонна Арачелли Кстати 10 века Византийская работа На гробе Папы Гонория IV Усупальница Различных Аристокритических Семейств С надгродными Работами Ну и так далее Кстати Здесь есть Работы Микеладжело Пьетро Кавалини Гацули Донателло И фрески Кисти Пентурикио Это очень знаменитый Художник Так В первой капелле Справа Как раз находится Работа Называется Жития Святого Бернандина Сиенского Известная работа Кисти Пентурики Кстати В базилике Похоронена Королева Катарина Боснийская Конечно Один из артефактов Это врачеватель Санта Бомбина В одной из капелл Стоит красочная статуя Или статуя Я не знаю как говорит Розовощокого Младенца С головы До пят Сверкающими Драгоценностями Это Статуя Из оливкового Дерева Из гефсиманского Сада То есть Согласно легенде Это тот сад Где Согласно Новому завету Иисус Молился В свою последнюю Ночь Проведенную На свободе Ну Эта фигурка Не представляла Из себя Ничего особенного С точки зрения Искусства Не представляет Какое-то изящество Но тем не менее Этот тот самый Младенец Христос Который знаменит Наверное не только В общем на всю Италию Но и Известен во всем мире А знаменит эта Скульптура Те Что может лечить Причем не просто лечить А приходить на помощь В самую последнюю минуту Изгоняя злейшие болезни Когда врачи Уже не могут Ничему помочь И вот говорят Что раньше Бомбина Так называют Скульптуру Статую Увозили каждый день Кодром Тяжелобольных В Риме Кстати Увозили даже На такси В родильные дома И на дом Тяжелобольные Ну он весь Тут окружен Письменами Записками И так далее И так далее И говорят Что если На него смотреть Если он услышит Ту молитву Которую ты говоришь У него прозовеет губы Вот Ну не знаю Мне показалось Что там У него прозовело Когда я у него Кое-что попросил Надо верить Жить Правильно К сожалению Он был украден В 1994 году И сейчас Мы увидим В капелле Только лишь Копию Чудотворного Санта Бомбина Вот такие Артефакты Здесь находятся Ну просто Действительно Ну приятная Церковь Приятная Безлика Можно посмотреть И вы точно Сюда попадете Потому что На Капиталистский Холм Вы точно Зайдете Правильно Когда будете Время И уже Из этой базилики Можно спуститься По лестнице И попасть Как раз К Римской волчице Она-то Недалеко Да тут Сегодня В общем Недалеко Вот такой Центр Знаете Центр Такой Вот Древности Ну Я вообще Люблю Очень Базилики Различные Церкви Мне интересно Фрески Посмотреть Интересные Скульптуры Росписи На стенах Ну в общем Я вам рекомендую Вот все Что я вам хотел Рассказать Вот Показал вам Бранство Этой базилики Действительно Красиво Интересно Посмотрите Пожалуйста Когда будете В Риме Хуже Точно Не будет Вот Ну все Кто посмотрит Тот посмотрит Кто не посмотрит Но тот не посмотрит Все Хорошего До свидания До новых встреч У нас еще будут Некие встречи По различным Базиликам Италии В которых я был Все Всем пока Всем привет До свидания Это была базилика В Риме Которая называется Санта Мария Ин Арачели Все Всем пока Всем привет До свидания Санта Мария